Теперь, значит, пошли еще две трудные программки, вернее одна. Тут, значит, покажу, во-первых, что там они понаделали в этой версии, значит, ценамона, я не знаю. Ну вот, если на предыдущей версии, значит, загрузчик операционных систем, значит, супер-буд-менеджер ставился в лед, то теперь, вот, посмотрите, какие тут будут происходить чудеса. То есть, просто так его вы не поставите. Я, кстати, и ни разу не устанавливал его. А вот нажмите Enter. Девяточка вперед. И сейчас он вам выдаст. И что это такое? То есть, он не смог установить репозиторий. И как туда будет? А, ну как, как. Вот, смотрите, как показываю смертельный номер. Значит, так, Linux программы. Мои репозитории. Так, идем сюда. И скачиваем это дело. Сохраняем. Теперь, значит, файл-менеджер открываем. Идем в загрузки. И список репозиторий мы просто берем вот так вот сюда вот и распаковываем. Вот он у нас здесь, голубчик сидит. Значит, но, значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас поставим одну программку. Двухопанельный файл-менеджер, который позволяет очень хорошо работать в корневом режиме. Его можно установить или через синаптик, или здесь. Вот, заводите там девятку свою. И здесь вот напишите, кру-сейдер. Так, сейчас. Я тоже его устанавливал. Кру-садер. Да. Есть уже. Вот оно, все. Подмечаем для установки. Вот. Ну, это по типу толкал-коммандера. Толкал-коммандера. Очень хорошая программа, толковая. Ну, они, кстати, очень похожи. Ну, может, внешним видом немного отличаются, а принципы, все остальное. Так, ну, пока там суть доделаем. Мы еще и вот эти вот приветы пока скачаем. А это что такое? А это при входе вам будет приятный женский голос, говорить привет. А при выходе приятный женский голос вам будет говорить пока. На русском языке. Да, это в вашей сборке я видел. Слышки, когда устанавливаешь, я еще так удивился. Привет. Потом на видеоролике посмотрел. Теперь дальше. И коночки еще обязательно. Потому что коночки у меня... Конки-менеджер. Вот конки-рус. Не менеджер, а вот именно моя коночка на русском языке. Тут для пользователей. Конки-менеджер вообще стандартная программа. Так, ну, здесь вроде бы все самое необходимое мы пока качнули. И здесь как раз идет загрузочка. Кроссейдер ставится не быстро. Так что пока он ставился, мы самое необходимое себе качнули. Сейчас перепроверимся еще раз. Может быть, что-нибудь еще надо будет подкачать. Так. Менеджер загрузки. А, ну, я еще и так сделал. Ну, в принципе, могу. Еще и даже так сделал. Какая разница. Здесь все самое необходимое, по-моему, сделано уже так. А, значит, так. Всем пускам и комментарии. Дробок. В принципе, ну, дробок. Google Chrome. Ну, вот эти пару файликов, в принципе. Так. Нет, это за март. Эти уже старенькие, надо будет новой качать. Ладно, ничего страшного. А для мира можно же как-то обновлять на компьютер? Конечно. Конечно, я покажу сейчас. Сейчас подожду, может, минутка осталась. Просто я хочу разобраться с этим супер-бут-менеджером, потому что программа нужная. А вот в 17.3, вот получается вот такая вот катавасия. Люди толком не могут установить себе, значит, менеджеру загрузок. А иногда у людей бывает и там, и 2, и 3, и 5 операционных систем. Поэтому, ну, менеджеру загрузок, ну, скажем так, крайне желателен. А вы, допустим, можете у себя при помощи программы Gpart отщипнуть кусочек, там, гигабайт на 30, отформатировать его в разделе, допустим, extension 3, и установить, допустим, на него другой, допустим, Linux. Например, там, Linux Mint X Face, там, или Linux Lite, там, какой вам нравится. И тогда вам загрузчик операционных систем, ну, вы просто без него никуда не денетесь. Он нужен будет. Или у кого стоит Windows и Linux тоже. Так, ну, вот здесь мы нажимаем вот на эту вот кнопочку. А вот сейчас, когда уже все будет, грубо говоря, уже все установлено, я смогу разделы форматировать, что-то делать, там, где не стоит операционная система? Конечно. Откроем. Кстати, особенностью, значит, вот сборок является что? Что обычно программа Gparted, она входит в состав официальной сборки. Но когда ставишь официальную сборку на жесткий диск, заходишь на жесткий диск, а привет? А ее нету. А ее нету. Ну, вот сейчас вот тут закончится, мы прямо вот через эту поставим Gparted. Что там долго бегать далеко? Это вот я заметил, такая вот особенность есть у Linux Mint. То есть в образе официальной сборки он присутствует. А уже установленный на жесткий диск, все, Gparted да ку-ку. А почему он слетает или не устанавливается? Может, они забыли, чтобы он устанавливался, я не знаю. Ну, дело в том, что поставить-то его там пару минут. Да. Это не Crusader. Gparted ставится там буквально в лед. А Crusader тут, да, это программа, так сказать, мощная, хорошая. А вот 17.3 от 17.2 он сильно отличается? Да, собственно говоря, даже от 17.1 не очень. Я знаю людей, у которых вообще сидят на 17.0 и вполне счастливы. То есть все вот эти вот песни, это только вот, начиная с версии 17.2, значит, появился геморрой, значит, с систембаком, появился геморрой, значит, с установкой загрузчика операционных систем. То есть на 17.2 все ставилось и работало нормально. Так, набирайте здесь Gparted. Gpart. А вот тут надо посмотреть, тут их несколько, ну-ка, давайте-ка глянем. Редактор для Gnome, а тут есть еще, ну, Коля пишет для Gnome, ну, так. А какой же здесь нужен? 1.18, 1. Так, ну, если есть сомнения, хотя вот очень большая вероятность, что вот, скорее всего, вот этот надо ставить. Ну, вот здесь можно поступить и похитрее. Через менеджер? Да. То есть этот-то уже точно знает какой-то надо. Ну да, чтобы уже голову не ломать. Да, да. Набирайте. Да. Достаточно. Да, я тоже так вот его искал, и он сразу будет выдал его. Ну вот, ставьте его. И этот ставится быстро. Да, он весит немного. Абсолютно. Вот, видите, в раз, в лед. Да. Ну вот, значит, теперь, значит, займемся, значит, поднастроим Крузейдер, и при помощи Крузейдера начнем, значит, устанавливать репозиторий и делать там маленькие, скажем, чудеса. Так, Крузейдер, ну давайте тоже на панель пока. Потом можно легко все поубирать с панели. Это не проблема. Убирается легко. Ну, первый раз, значит, тут стандартные, значит, там, настройки. Сохранять установки при выходе. Я всегда это делаю. И теперь вот, это вот в простом режиме. А нам надо еще его вот правой кнопкой мышки добавить на основную панель. И вот уже в следующий раз, вот, надо будет зайти в корневой режим, набираете девяточку, пошли в корневой режим. Ну и первый раз тоже при запуске, вот, настройки-то надо будет. В корневом режиме тоже тут это самое. Применить. Закрыть. Вот теперь смотрим. Где у нас там хранилась эта красавица? Давайте-ка посмотрим. ETC apt-sources, понятно. Значит, вот выход в корневой режим. Папочка ETC. APT. Applications. Sources List. И вот здесь указаны репозитории. А здесь мы идем в загрузки. Ой, батюшки светлые. Спасибо. И вот здесь вот просто-напросто, тупо берем. Тупируем. И вставляем его в список этих. Теперь я всегда обычно проверяю свойства. Вот смотрите. Беру любое другое, которое уже там стоит. Че он там, не хочет что ли показаться? Нет, еще что за чудеса. А у меня... У меня что-то стрелочка даже не бегает по нему. А, нет, вот. Свойства. Ай, не то. Нет, нет, нет. Мне нужно были свойства только. Причем не его, а в начале. Вот. Смотрим свойства. Разрешение. Вот. Можно читать, можно читать. Корень, корень. А вот теперь проверим на нем свойства. Чтобы были точно такими же. Можно читать, можно читать. Корень, корень. Ну и все нормально. Все остальное станет нормально. Теперь, значит, вот здесь вот. Поскольку нам, значит, вот не удалось завести список этих репозиториев. А мы это сделали, скажем так, в принудительном порядке. Поэтому теперь нам останется только просто-напросто обновить список репозиториев. А. То есть мы опускаем... Не надо, мы уже вставили его. Да, нажимаете Enter, ставьте девятку. И пусть он там себе это обновляется. Да, все. Ну, я понял. То есть мы сами репозитори и все сделали вручную. Сделали вручную, ну, заставили, по крайней мере, программу установки запуститься. И она теперь нам эту программу поставит. И программа-то у нас будет работать корректно. Теперь, значит, копируйте, значит, вот эту команду. Нет. Да. Вот теперь да. Есть. 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 Вот эта вот красавица автоматически находит и добавляет отсутствующие ключи безопасности То есть иногда все-таки бывает, что даже все поставил А все равно там что-то не может найти А тут добавляешь команду Она автоматом все это, так говорится, находит и делает корректно Недостающие она сама ставит, да? Да, да Причем это относится не только к данной программе, а вообще, как говорится, ко всем А я не ставил эту программу ни разу сейчас Ну, буквально вот Ну, я вам раз покажу, вы уже потом будете все это делать, как говорится Плюс я сделаю видеоролик, вы видеоролик возьмете несколько раз, пересмотрите, как говорится И все у вас будет сидеть, как говорится, уже намертво А это пускай пока там ставят себе Вот, а программа сама по себе, загрузчик операционных систем, она очень хорошая То есть позволяет создавать меню загрузки Причем, если делать в бурге, там вообще у него получается красивое меню загрузки Вот, хорошая программа И что они такого ухудшили в версии 17.3, я не знаю Честно говоря, 17.2 была более стабильной и хорошая версия, более доработанной А в 17.3, тут у них уже и систем баг засбоил, и загрузчик операционных систем засбоил Перетаскивайте то, что я выделил Да, да, перетаскивайте Стоп, исчезла Вот здесь у нас есть назад Подождите, погодите, еще раз А, еще раз? Ну не появилась же она обратно-то Да Вот Теперь здесь вот, и Enter нажимаете Да А то, что мы не устанавливали AppGetInstall? Мы сразу поставили сюда AppGetInstallSuperBootManager, мы ее поставили А вот ниже то, что идет Ничего, вот, теперь рекомендации, и этого достаточно А, этого достаточно будет, да? Да, да Выделяете, копируете и вставляете Из какого города вы, Юра? Ростов-на-Дон У меня там еще Алексей был, по-моему, знакомый Ты сам из Ростова-на-Дону Да, по-моему, где-то я встречал в видеороликах Был, был, да, ты самый хороший парень тоже Тоже сейчас сидит спокойненько себе в лених И нормально Так, ну что, здесь поставили Ну, заодно мы поставим еще и Настройщик загрузки меню Вот, копируете, вставляете и давайте вот этот еще поставим Так Ну, копируем вот тут Потому что эти две программы, кажется, входят парой А, то есть, это лучше вместе для него, да? Эти две программы, они, ну, они друг с другом связаны Давайте вторую выделяете, да Потому что, вот, менеджер, он хорошо ищет операционные системы А вот этот вот, настройщик меню загрузки Тут уже позволяет перетасовать эти операционные системы Которые он найдет на жестком диске Он позволяет их перетасовать в любом порядке Ну, надо все равно просидеть, поработать с ними, попробовать Попробовать, чтобы понять, поближе Да, покажу я, покажу Давайте, выделяйте, посмотрим Так Да А вот, да, если человек Аптрекоменс Групп Кастомайзер В X-Face, по-моему, не работает В MET-е, по-моему, тоже не работает Ну, я бы для себя так и подарил, что он работает только в Цинамоне Ну, поскольку я, так сказать, большой любитель Цинамона То, что тут и проблемнее Так Посмотрим, что тут есть Метру рекомендации Вот, видите, да Если шумка грипп не находит, так не находит Теперь, значит, так Давайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!